А где мне садиться? Рассказывай. Да, сюда. У меня же рабочая сторона, правая. У тебя, да? Да. Кстати, это, мне кажется, проблема многих людей. Они считают, что их какая-то сторона является лучше, чем другая. Хотя другие на них смотрят, типа, ну, как Юрия Дудь, да, у него левая, а у меня правая. У нас будет идеально провести интервью с ним. Вот я? Потому что у меня слева, да, мы сидеть будем идеально. Киберпанк. Да? Ты играл в киберпанк? Нет, я еще не играл, я жду. Ты еще не играл? Слушай, я, я жду, когда будут, наконец-то, поправлены все баги, я, когда, наконец-то, я себе поставил... Ты не дождешься. Да чего? Дождусь. Я хочу только в июне перейти на эту PlayStation. Я специально для себя выбрал дату, до июня я не хочу ничего трогать. Слушай, я играю на пятой, они чуть-чуть подправили, там, хотя бы, не такой ужас, как был в самом начале, но я прошел. Ну так, а прошел уже, да? Да, да. Но игра смартная, все равно. Ах, я не знаю. Юр, я не знаю, почему у нас здесь стоит тостер, прям разделяется с тобой. Я думаю, что... Мы пишем, уже я не пишу. Да, ребята, разыгрываем тостер. Давай маркером подпишем его как-то. Нет? Потом мы ставим автографы, да. А дайте маркер, пожалуйста. У нас есть такой едкий зеленый маркер. Смотри, у тебя же слоган сейчас скорость роста, а у нас скорость выстрела, например, может быть. Кстати, за этот слоган тебе большой респект, потому что мы его используем. Я расскажу, я об этом писал в посте. У Юры Гладкого мы собрались в его хабе где-то полгодика назад просто поболтать что-то, попить кофе. Он за чашечкой кофе придумал нам слоган скорость роста, потому что он говорит, ну вы что даете клиентам? Даже не слоган, мы скорее пропозиционируем. Мы обсуждали, а вот это сделал слоган. Нет, ну ты сделал слоган, это на самом деле нормальная практика, когда позиционирование попадает с месседжем, который в дескриптор, то есть это дескриптор. Хочешь тостер? Нет, я не хочу тостер. Я просто хотел попробовать, как это работает. Я его купил. Тостер? Ты открой, а давай. Ты открой, а давай удивительный мир. Достижание электротехники. Кстати, как ты относишься к этой штуке, когда компания делает свой бренд? Нет. РЗТК. Что ты скажешь? РЗТК прикольно, на самом деле. Слушай, это понятно, что это копирование, очень грамотное копирование стратегии Амазона. Есть вода у нас, да? Есть. Дайте, пожалуйста, воды. Да, вода. Воды. Ну, если в Муросе ресурсы делать, это классно. Это эконом, да? Да, такой. Вот это эконом. Ну, видно, что эконом, но при этом есть большой рынок, а самый большой, обычно, это самый эконом. Ну, да. Потому что в Украине тем более... Смотри, прям работает, тепло здесь. Класс. Кто-то из вас получит почти новый тостер, в котором есть уже крошки с нашего эфира. Ты сейчас записываешь очень плотно наводящий звук. Это мы выяснили, это называется АСМР. А, да, да. Смотришь такое? Ну, я знал о таком термине. Есть очень классная компания, я очень люблю бренд немецких супермаркетов. Так, сейчас, как я вспомню, как я сейчас бренды. Короче, там у них, они что, придумали? Они, короче, взяли и... Линдл, нет? Нет, не Линдл. У них известная компания «Каннский кейс», когда они взяли, переплавили танк военный и сделали молотки. И они из молотков взяли так, что люди пришли в тупо в очередь за этим молотками. И это тупо... Они... Оциденное продвижение они сделали, что просто люди захотели прийти к ним в супермаркет и купить эти молотки. Так. Несчастный случай на съемках были. Давай. Главное, чтобы... Ты главное, чтобы в ванной не сидишь. Знаешь, это бы сейчас тема. Из тостер, в ванной. И так вот, короче, люди покупали, приходили в очередь тупо ради молотка из приплавленного танка. А потом еще у них очень клевая компания. Ну, они продают строительные материалы. Типа наши «Эпицентра». И они взяли голого мужика... Нельзя при них говорить слово «Эпицентр». Да? Они, короче, взяли... Хорошо, голые мужики. Можно говорить? Материться даже можно. Да я шучу, у нас все можно. Смотри, они взяли его и записали с ним СМР-проект, в котором, допустим, голый мужик перебирал пальцами там грязь, камни, типа. И он потом скатывался по грязному склону. Ну, там прям такая прикольная история. Очень прикольная. Я прям смотрел бы и смотрел. Слушай, у нас же на самом деле ламповый эфир. Так. Год назад мы с тобой сидели, помнишь, вот эти вот, разбросанные по двум концам города в зуме. Мы хотели с тобой еще поиграть. Да. Мне это очень нравится. Я прям вот... А у тебя цель, ты хочешь весь хлеб просто поделать? Нет, я тот же продолжаю делать. Я хочу посмотреть, когда он... А не регулируется мощность вообще? Регулируется. Ребята, здесь регулируется мощность. На единичку. Сразу на 7, да? Ну да, врубай, давай посмотрим. Мы, короче, давайте... А мы, пока мы сидим, мы будем жечь до последнего, короче. Давай, короче, сделаем... Сука, он будет дедать. Полчаса, эфир, час? Час. Ну, давай, короче, смотреть, что с ним будет за час. Будет ли что разыгрывать? Ну, интересно. Это тест-драйв в полюбе. Мне кажется, вот... Просто тостер куплен на розетке и тостер, который попал на видео, в нем пожаре хлеб, он имеет другую совершенно ценность. Это история, как это назвать? Это upcycle? Нет, это не upcycle. Это что-то другое. Это какое-то придание ценности. Мы сейчас ее создаем с тобой. Создаем прям вот тупыми действиями. Мы с тобой хотели поговорить про виртуальные предметы. NFT есть такая штука. Я почитал, я, кстати, термин это не знал, но сегодня разобрался. Как тебе, кстати, расскажем? Офигенно. Как ты ее себе воспринимаешь? Абсолютно. Абсолютно в контексте киберпанка. Многие вещи становятся виртуальными. Я часть губы своей оторвал. Давай на NFT выстрелим. Часть губы Романова. Ну и нормальность эта история. Смотрите, короче, чувак продал цифровую картину за 69,3 миллиона долларов. То есть это произведение искусства, ну как он считает, которое, ну и, видимо, покупатель. Поясни предысторию этой картины. Он каждый день шарашил. Пять лет. Пять лет он одну картинку в день выставлял, и это все склеилось теперь в одно произведение. И фактически это некий... Или это спективы его жизни. Во-первых, что важно понимать, что искусство это рынок. То есть картина, любой продукт творческий, это просто творческий продукт этого рынка. Поэтому это просто грамотное продвижение, совершенно новая, большая история, которая выгодна всем. Смотри, все покупали, рисовали и так далее. Этот чувак взял, создал... Вот Франд Гитштейн сразу бросается в глаза. То есть 69,3 миллиона, типа, это что? Эта штука существует только в виде JPEG-файла в блокчейн-сети. Она не может быть, я так понимаю, скопирована. Не может. Это NFT переводится как неотделимые... Это уникает... В чем фишка? Почему блокчейн? То есть картина имеет понимание, кто автор, кто владелец, и кто будет всем последующий владельцем. То есть ты понимаешь всю цепочку людей, которые так иначе владели этим шедемом. Были коллекционеры, они собирали картины. Сейчас коллекционеры 21 века собирают вот NFT, который переводится как невзаимозаменяемый токен. То есть это штука, которая существует только виртуально. Ты не можешь иметь, почему не взаимно? То есть все, у него исходник, все, вот это исходник. Все, что есть в этой картине, это исходник, она не может быть переставлено, она вот там собрана вот такой, как она есть. Если она продается, то понятно, что было. И ты знаешь, что было тем до этого, но в самом деле, почему, что многие пытаются вообще рынок, в том числе биткоина и так далее, криптовалют, условно, ты же можешь попытаться что-то вывести. Почему сейчас начинаются попытки управлять происхождением биткоина. Смотри, тут что-то происходит не очень. У нас, по-моему, майниться биткоин тут сейчас. В толстере. Нормальная тема майниться биткоины. Да, реально вырубай, потому что, короче, у нас мы не смогли на NFT нагенерировать. Фу. Не, ну выглядит нормально. Фу. Ну, смотрите, вот, кстати, РЗТК генерирует вот такие вот крутые, кстати, домашние тосты, шикарные. Аккуратно обожжешься. Оно идеально сочетается с какими-то белыми продуктами, например, сыром. И это мы еще вина не выпили. Да, это мы вина не пили. Вот мы с ним будем, да, пить чеки? А ты знаешь, что идеальный способ закусывать шампанское, дорогой, это черный хлеб. Бородинский такой, да? Да, Бородинский, ты не умеешь себя пьянеешь. Поэтому на многих таких дорогих... Мы же обычно пьем вино, чтобы не пьянеть, да? Да, если пьем, да. Слушай, давай переходить, во-первых, к формату нашего эфира. У нас он предполагает распитие спиртных напитков. Ты, к счастью, приехал на такси. Ты пьешь? Да, пью. Конечно. Ну, я умеренно пью, но... Я просто сегодня прочитал сторис у Влада Ноздрачева, что он год уже не пьет. Я, кстати, офигел. Я посчитал, что год назад мы с ним как раз последнее, получается, вино в него. Так что ты ему сказал и что ты сделал, что он год после тебя не пьет? Для этого надо посмотреть эфир. Слушай, кстати, дадите отсылочку потом в комментариях, правильно? Да, да, да. И дадим отсылочку. У тебя есть свой YouTube канал? Он есть, но я пока его не развиваю. У меня есть там мысли, что с ним делать. У меня так есть все. У меня есть, у меня сын смеется. У меня есть LinkedIn, я его не развиваю. У меня есть, у меня на YouTube канале 200 подписчиков. То есть я там какие-то выкладывал обзоры, и сын смеется, что 200 подписчиков. А чтоб ты понимал. А у него? У сына нету, но он смотрит, типа, Влад, бумага, если знаешь. Ну, я интервьюировал этого человека, когда у него было, типа, 9. Сейчас у него 32, полумиллиона. Он-то всякий Эдисон, знаешь Эдисона? Нет. Ну, ты, короче, очень много там геймеров, которые тоже миллионные базы подписчиков. Я просто боюсь, что это вино сейчас выльется на мою оранжевую. Кстати, меня Хмельницкий подарил просто, обратите внимание. Ну, на самом деле, подарила его помощница. У тебя сейчас значок этого бизнес-клуба, да? Не попустите, что он вам шеет. У тебя значок бизнес-клуба, по-моему, да? Да, это борт. Мы франшизу делаем сейчас им. Ну, я ментор клуба. А как ты считаешь, вообще есть смысл? Ты веришь в перспективу вообще франшизы клуба? Чуть себе. Выдохни, сейчас на эмоциях, да? После вот этого чуть мы не... Верю в перспективу чего? Перспектива вообще то, что можно сделать франшизу бизнес-клубу. Смотри, да, там же есть бизнес-модель. Можно сделать франшизу всему, где есть бизнес-модель. Они зарабатывают. Это, кстати, твой слоган новый. Нет, он хуже твоего, поэтому мы поставим. Он неплохо раскрывает смысл. Он надеет франшизу всему, у чего есть бизнес-модель. Я об этом говорю, что франшиза это не одежда оранжевая. Ты же видишь, он... Это биологическая, да? Биологическая. Кстати, ребята нас смотрят, они откомментили под прошлым выпуском, под позапрошим. Им респект. Это, кстати, не реклама. У нас вообще реклама нет. Все, что мы здесь пьем, едим. Слушай, я вообще очень нормально отношусь к рекламе, если... Я люблю рекламировать, то, что я... Ты просто в Меиске напрягся, когда я показал ему вино, он говорит, что реклама. А вообще я очень всегда влюбляюсь, допустим, в бренды и продукты, которые мы в агентство заходят. У меня семья с меня смеется. Я, например, это началось много лет назад, когда я начал работать с клиентом крабовой палочки. Когда я начал рассказывать им про сурими, содержание рыб. Я, короче, я превращаюсь в евангелист. Я читаю про бизнес-клиента, я историю продуктов изучаю. Я там пушу потом, почему это надо есть или пить. Значит, я должен сам верить. Любить, пользоваться. Я прям фанат этого всего. Но у нас сегодня много связующих вещей. Кстати, ребята, если вы хотите больше узнавать о маркетинге, звучит как рекламный пост, но тем не менее, подписывайтесь в телеграммчики на Юру. Телеграммчик позволит вам не пропускать прекрасное... Подавляется канал Глад. Это канал, на котором вы можете получить уведомления в 23.40, как вчера. Канал, который не придерживается стандартов публикации контента. Не в курсе насчет отложенных публикаций. Давай выпьем за юных блогеров, за нас с тобой. Я тоже развиваю свой каналчик. Рома о франшизах. Это ребята, они... Очень вкусно. Ну реально, ногами давят. Интересно. А я чувствую, да. Ногти, да. Легкий аромат вот этой... Перпроводящей. А не, шучу, шучу. Ребята меня смотрят. Они, конечно, ногами не давят. Нет, но вкус интересный. Но у них производство без использования механических, технических механизмов. А знаешь, мне кажется, что оно... 678-я бутылка. А, я думаю, градусов. Такое бывает, типа... Я впервые узнал... Ты пьешь и сразу умираешь. Когда мы были с друзьями в Швеции на рыбалке, мы в 4 утра пили на выдох этот, который 70 градусов напиток. Водка? Нет, еще. Бехеровка? Нет. Ну какие-то эти есть настойки, да? Который варится над... Там трава. Мы пили что-то 70 градусное в Чехии. Мы купили. Там целая серия есть от 20 до 70. Из-за чего Севан Гугух отрезал? Помнишь? Напиток. Из-за 70 градусов? Да, там был какой-то напиток, который он варил. Самогон какой-то? Нет. Ну, я думаю, комментарий оставляйте, как этот напиток называется. Потому что я забыл. В общем, я ее пил. Я понял, почему он пьется на выдох. Классная стратегия вовлечения. Спикеры ничего не понимают, не знают. Напишите нам, как там на самом деле. Сами узнаете. Заодно поможете алгоритмам Ютьюба. Подтянуть. И он что? Ну, он реально прикрывает дыхание. То есть, ты должен выдохнуть, вы меня потом... Серьезно? Ты можно, в принципе, задохнуться. А потом мотов втягиваешься. Кстати, друзья, у нас же ламповый эфир, у нас нет монтажа. Я напомню, это не интервью, это просто посиделочки на кухне с моими добрыми друзьями. Ну, представлю сначала сам. Я нарисовал себе вот такой вот неожиданный почему-то эмодзи. А я думаю, ты выпускаешь новую бумагу. Может быть, странно воспринято, это не бумага туалетная, это салфеточка. Она будет лежать здесь. Это Роман Кирилович, это я. А это Юра Гладкий. Я зачем-то нарисовал тебе звезду. Так, что нормальный, хороший, да. Нормальный? Хотя у меня сейчас символ, если ты читаешь, что у меня пост, я в инстаграме это начал писать. Я начал изучать, в магазинах продается огурец Гладкий. Я видел, да. И ты следишь за ним, да? Чувак, я уже год изучаю цену на гладкие огурцы. Я изучаю, какие не бывают. А мне нравится Пупырчатая, если честно. Но тема крутая. Вот если бы у тебя была фамилия Пупырчатая, я думаю... Не, я дальше, у меня есть дальше план, какой-то индекс гладких огурцов. Знаешь, как индекс Бигмака? Индекс Бигмака. А я индекс гладких огурцов. Класс. Должен прийти там, какая методология, и что мы будем там изучать. Ты нашел эту фишку, да, в себе? Я нашел гладкий огурец сначала. Фишку пока не нашел. Зачем мне гладкий огурец, непонятно, но это весело, да? Нас пригласили в том числе поучаствовать в пище. Это не было прям в пище. Знакомились с агентствами украинскими, которые готовы и могут обслуживать бренд Шабо. Вино. Вино, да, винный бренд. Там долгое просто обсуждение, как потом уже сказал основатели и команда маркетинга, это было очень сложно отобрать там по разным критериям, они сами формировали там. По итогу мы нас не выбрали, выбрали другое агентство, но что крутого, и я считаю, что обалденный ход стороны клиента, когда клиент поблагодарил, написал, а команда сказала, ребят, мы просто очень респектуем, что вообще вот кликнули уделили нам время, и мы отправляем вам подарок от нас, вот наш продукт, просто примите, пожалуйста, потому что мы очень респектуем то, как вы относитесь вообще к нам, и вот так такие мы. И вот ты понимаешь, что, блин, после такого ты еще больше жалеешь, ты с ним не работаешь, какая классная культура в компании, отношение вообще к партнерам, к сервису, вот знаешь, после этого ты просто, просто хочется респектнуть такой компании и людям. Ну ничего, вернуться еще, я уверен. Давай оставим наш раритетный теперь уже тостер, я думаю, который мы разыгрываем, я не знаю. Давайте в чем-то другом пожарим хлеб еще. Это же, давай дожарим. Слушай, ты прям такой, да, ты поугарать не против, да? Слушай, у нас же есть с тобой еще один клиент, который к счастью стал и твоим, и нашим. Слушай, айконс. Он не стал нашим клиентом. Он не стал? Не, не, подожди, ну ты, подожди, я почему рассказывал. Если что, у нас есть монтаж. Да, ничего страшного, не, подожди, монтаж не надо. После ребяток к нам, ну мы много там проработали. Ты же не написал вроде бы. Да нет, ты что. Вы просто общаетесь, да? Мы общаемся, да. Это еще как бы там, не знаю, кем стали, кем-то, кем-то, чем-то клиентом. Ребята в стадии роста. Просто я удивился, насколько они круто и быстро растут. И когда начал смотреть, почему, я пока они нам не написали, ничего никто не знал. Но подход в суши, в чексу, смотри, это называется, ты не уходи, это суши кейк, это, во-первых, донат. Донат? Донат, у них есть суши донат, между прочим 300, полума грамм весит. Очень большие порции, тесть очень любит мои, таки большие, это я надо ему показать потом. Да. Под выпуском с Вадиком Бортником говорили, что я не гостеприимная сволочь и не даю людям палочки, поэтому обратить внимание, я исправляюсь. Он дал мне палочку, да. Каждый имеет право на ошибку, ну, во-первых, пакет с соусом, обратите внимание. Вере, гладкие палочки есть. Зафиксировали, да? Зафиксировали, да. Так, мы ушинскую продолжим рекламировать? Да, женщины не будем, поэтому. Это что? Вообще, у меня очень такой, мы очень открыты, ты скорее, что эфир франч, очень открытка всем брендам, правильно? То есть, мы рекламируем всех, все, бесплатно, все, абсолютно. Нам только, знаешь, а кстати, есть же, знаешь, рекламные форматы, когда есть принтер, который позволяет печатать узоры на хлебе. Ну, а уж так есть принтер. Да, 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 твои портреты даже. Ты выбираешь телефона, создал, нарисовал, принтер распечатал тебе. Кстати, видел презентацию Apple? Новую, да, посмотрел. Как тебе ремокер? Посмотрел. Прикольно, понравилось цвет, я захотел себе купить дизайнером фиолетовый, такой темно-голубой. Там нету стандартного серого, там есть только желтый, розовый, красный, вот такой вот бирюзовый. Так, суши, суши icons, так что ты сказал, в чем они крутые? Ну, крутые вообще в подхудах, в подхудах, в продуктах. Где мы купили суши-дону? Понимаешь, смотри, ну, бренд же с носа брендом, когда он оправдывает ожидания, понимаешь, когда люди там увидели, типа, окей, прикольно, выглядит хорошо, в дизайне выделились, попробовал, увидел такое. Давай все покажем, давай откроем все. А там прям все разные, да? Все разные, я же заказывал все разные. Это премиальные тоже суши, так все обошлось 2000 гривен. Ого, суши, ну, так-то, ну, арбит-то недешево, но это, я рассчитываю, ну, да, вот чек даже дают, 1970. Ну, вот смотри, что у нас дальше, здесь большие, это горячий. Я просто просил учебный тар-тар с вососей, я так понимаю, да? Да, тар-тар с вососей, и... Охренеть, он большой. А тут все очень большое, и это спринг-роллы. Класс. Давай поедите, давай поедите, да. Не обедал, наверное. Не, я не обедал. Мы тихонечко покушаем, и заодно поговорим про Apple. Отличный эффект, кстати, ровно, прям, спасибо. Попили, поели, класс. Слушай, ну, вот перед зумом не то было. Это вообще не то, скажи, вообще ни разу. И как? Чистый, э, суши-кейк. Мы с вами начали говорить про суши немножко, кстати, ты знаешь, ласаби, что это? Ну, это же хрен. Да, японский. Да. Ну, вообще, что-то антисептик, в курсе, да? Нет. Ну, что, изначально поеду добавляли, что, опять же, это все борьба с паразитами и прочими штуками, поэтому добавляли ели, чтобы немножко гасить. Серьезно? Логично. Юра, что вообще произошло за год? Что у тебя было год назад? Было вот ощущение, я у всех сейчас спрашиваю, знаешь, вот такая ретроспектива, мы год назад записывали. Жопы ощущения было. Жопы? Да, было. И мы еще с Димой зафиксировали, что было ощущение какого-то возбуждения, интереса. Ты было такое или ты просто сидел и охеревал? Смотри, оно было, потому что я не знал, ну, смотри, я не знал, что будет дальше, хотя на самом деле я понимал, что рынок хоть непредсказуемый, но не остановился. То есть я на самом деле гораздо хуже была историей, когда была революция, потому что все остановилось. Типа в ожидании. А сейчас никто не делал. Не делал. А вот типа, мы уже все привыкли. А ты работаешь сейчас с какими клиентами в основном? Большие, средние? Малый бизнес, наверное, нет? Мало бизнеса, слушай, есть иногда. Вот, например, мне очень интересно, я сейчас взял, допустим, ребят, которые коттеджный поселок под Киевом. Потому что мне очень интересно сделать бренд коттеджного поселка. А я видел ты поездочку. Да, прям, очка. Я вообще не знал, что под Киевом есть прекрасный мест, как Горенко. Я прям удивился. Знаешь, типа, очень красиво, прям на озерах. Я беру малый бизнес и делаю чек очень такой меняемый, когда мне интересен продукт. То есть есть, допустим, у меня стартапы, там, диджитальные бизнесы, какие-то там, финтеки, всякие там, секьюрити. Есть мы обслуживаем платежную систему, типа, визы. То есть это все очень разного масштаба. Ну, типа, визы. Типа, их. Ой, знаешь, у нас есть клиент, типа, Apple. Есть Ева, есть Кома. То есть это всегда очень разные. Я люблю свою профессию, что каждый раз, мои ребята уже тащатся, это настолько каждый раз новая кейс, ты не знаешь, что прилипет. Где ты проснешься? Где ты будешь жарить тосты? Да, да. Ну, ты сейчас, мне кажется, все уже поняли, что это наша реальность, там, во-первых, локдауны, бактерии, бесконтакт и так далее. Ты обратил внимание на художественные мои способности? Да, обратил внимание. Пожалуйста. Ну, просто цвет зеленый очень темный. Ну, ты явно любишь розетку. Я обожаю розеточку. Цвет зеленый просто очень темный. Вот если бы розетка пришла к тебе за ребрендингом, ты такой же темный бы сделал, как Федорев? Нет. К Юри в грейп нужно идти за светлыми тонами. Да, позитивным, добрым. Мы про это. Тартар это у нас сырая рыба на сырой рыбе. Да, рубленая сырая рыба. Ну, есть там, да, там, по-моему, осенью. Класс. С каким-то... Кстати, вы тоже что-то... Манго, да, по-моему, манго добавили. А там все подряд. Я не знаю, правда, как это раздерибанить. Да, сходи, пожалуйста, принеси что-то, потому что нереально это палочками. Это будут издевательства для продукта. А есть другая. Мне жалко. Ты хочешь забрать это с собой? Да, пожалуйста. Кто-то мне жалко. Мы можем написать имя конкурента, который забрал себе шаба, и вытереться им. Даже ты сможешь попробовать тартар. Я... С нашими прекрасными белыми вилочками. Она не варентирована? Нет, это же мы принесли просто с кухни. Видишь, можешь взять вот здесь, где... Ты, кстати, переболел короной? Нет. Класс. Самое время. А ты болел? Я прямо сейчас. Нет, я, кстати, удивительно, до сих пор нет. У нас тут некоторые по два раза уже. У нас никто в семье, слава богу, пока не болел. Так получилось. Мы стараемся. Нам или повезло. Ну, ты, типа, соблюдаешь или так? Ну, как соблюдаю? Что, пост? Нет. Ну, меры предосторожности. Конечно. Ну, как год назад все такие, в перчатках, все там... Да, кстати, я тоже такой ходил. В капюшоне, что-то миндзя суши. Я пришел в американский респиратор, который стоит там, на секундочку, он стоит дурных денег. А ты помнишь людей, да, в магазине год назад, вот с этими из сталкера, знаешь, такой... Дайте мне шоколадку. Когда почти никто не заболевал, все ходили, а сейчас... Вот эти, да. Корона-то переболеет, вакцин-то разделает. Две маски на лице. Ну, вот так, да. Я увидел у тебя вот этот вот ролик, я прямо залип на него, это настолько... Вы ведут новый? Охеренный, да, да, часы Louis Vuitton. Ну, тут сначала даже непонятно, вот если не знать, вот как бы сказали... Очень красивый такой наш тизерное появление, да, видеоряд прям обалденный, арт. Это когда вот, знаешь, это 2020 или 2021? 2021, это совсем свежий продукт. И они делают дорого, хотя, если посмотреть, многие сейчас делают наоборот, типа, специально примитивно. А ребята здесь, они прям ручками там показывают, как они все это... Мне кажется, что-то происходит. Вот сейчас, ну, наш, как бы, то, что правило ты знаешь, я очень люблю его, когда все говорят зип, говори зак и делай иначе. Когда ты видишь, что картинка стала очень похожа, типа, везде, будь другим, просто отличайся. Поэтому, смотри, когда все там, не знаю, многие фэшн-бренды играют в примитив, там, не знаю, простые лейбы, просто лейбы и все, типа, ничего нету. Вот он показывает, что кроме такого есть продукты вот на уровне произведения искусства. Им это стоит очень много денег. Вы должны... То есть, они продали его уже сейчас, только в момент релиза, понимаешь? Это отношение другое. На самом деле, это вообще сегмент про то, живы ли вообще часы механические, рынок вообще живы, или на самом деле все убили там электронные Самсунги, Apple Watch и так далее. На самом деле нет, потому что есть сегмент, я думаю, что и он будет людей, которые к часам стали относиться как, действительно, к чем-то другому. Это такая ценность уже в матери... Это материальный аксессуар, очень крутой аксессуар. Ну, Apple такое никогда делать не будут. Они максимум могут продавать ремешки Hermed за там. Они такое делают. Ну, смотри, ну, слушай, они очень много вкладывают денег в контент. Они, если знаешь, у Apple работает отдельная студия, занимается только упаковками. Смотри, сейчас, почему штука? Есть такой, я очень люблю термин и концепцию 6S-бренд, когда ты влияешь на все органы чувств человека. Когда ты в упаковке, ты должен тактильно ощутить бренд. Ты должен аромат, то есть ты должен вдохнуть, какое-то обоняние у тебя сработать. Ты должен там звук, как оно раскрывается. Это все, почему это делается? Продлить experience, продлить опыт взаимодействия с продуктом, ожидание продлить. Ты должен, смотри, ты когда... Ну, в чем, когда заканчивается магия? Когда ты сделал оплату продукта, ты ждешь. Да. И чем дольше ты ждешь, тем больше ты проникаешься брендом, понимаешь? Типа, ну, поэтому ты должен... Это должно быть ожидание правильное. Типа, не то, чтобы у тебя зафейли, там, задержка, там, проблема с логистикой. А ты прям хочешь насладиться. И Apple правильно управляет клиентским этим опытом. Они продолжают ощущение этого открытия. Почему там дальше рынок, типа, дальше у тебя все чехлы и прочие штуки. Ну, вот это вот тоже такая штучка, да? Конечно, слушай, это все такие ощущения. Я считаю, что агентство, консультанты ценны из-за того, в том числе ты, у тебя другой угол обзора. У тебя другой угол зрения на бизнес-клиента. То есть ты... Пожалуйста, обратите внимание на рекомендации. Ты продукт видишь со стороны. Ты... У тебя, при том, есть опыт других твоих клиентов. Успешные их практики, успешные кейсы. Ты видел, как оно работает, что не работает. И попробуй эксперименты. То есть мы живем время экспериментов. Главное, это смелость и пробовать новое. Класс. Вот я теперь понимаю, что происходит. Вот это все тактильные тоже ощущения. И точнее, не тактильные, а визуальные, когда ты смотришь... Ну, смотри, у тебя визуально, давай разберем биологию. Давай. Пробуем разобрать, смотри. Во-первых, форма бутылки. Это нетипичная винная. То есть, да, это типа там условно, если разбираешься, она даже где-то больше похожа на какие-то, знаешь, часто бутылки с виски. Там, ну... Это когда сделали какому бренду украинскому коньяка? Одеколона, да, там... Ну, плюс-минус. Это есть одеколон, похоже, есть виска, по-моему, Дэвида Бекхэма, вообще не похожа на виски. Ну, смотри, то есть, опять же, минимализм, там, какие-то бабочки, надпись. Все очень просто, понятно, почему есть по бабочке, это, по-моему, органика, биология, да. Простая, необычная форма, очень классно, выглядит премиально, дорого. Ну, красиво, дорогая, кстати, видно. 700 гривен. Семь-то хрена себе, 700 гривен. Ну, Василий Иванович принес за 1900 просто. Нет, смотри, классный чик, и оно соответствует, да, на самом деле, по этому чику, ты понимаешь, что... Плюс оранжевое вино, не так часто встретишь. Классная тема, которую очень мало внимания уделяет, я считаю, мало внимания уделяет компании, это ценовое позиционирование, знаешь? Да, Андрей просто очень хочет снять, как я, выпуск, эта самая, рубрика АСМР. Кто-то сейчас захотел в туалет. Короче, ну, когда цена продает, очень часто люди, которые не пользовались продуктами, или, как минимум, они часа сними цену, чем дороже, тем лучше, это восприятие работает и сейчас. Видишь, там, ну, реально мутно, и кто-то скажет, что это же, боже, это же, это так не должно быть, вино должно быть прозрачно. Биологик. Биологик. Там кусочки дерева, наверное, там кусочки насекомых, бабочек. Да. Давай выпьем за, за что, за креатив? Давай выпьем. Какой соус у Грейпа? Ты нам придумал, а себе придумал? У нас сейчас есть, который мы сейчас будем релизить, я, наверное, первый где-то скажу, это Add Something New, то есть мы, как бы, создаем что-то новое. Add, добавь что-то новое. Да, и Add Something New, Add как реклама, но на самом деле, Add добавь что-то новое, мы его сейчас будем... А, Add с одной буквой, да? Add Something New, нет, две, просто Add Something New прикольно работает, как и реклама, и добавлять новое, всегда, все, что мы создаем. Класс. Мне нравится. И это то, что мы хотим привезти к клиентам, всегда новое, мы отличаемся, мы по-другому делаем. Ты же сказал же, ты не идешь, давай выпьем, во-первых, за слоган, за крутой, на самом деле, слоган. Затизерил, кстати, впервые. Класс. Я его в целую рыбку покажу. Мне нравится, когда есть что-то необычное, и ты говоришь, что ты не ходишь на запад, но слоган у тебя на английском, это все еще работает? Слушай, на меня же клиентов хватает и сейчас западных, то есть мы по-прежнему... Которые работают здесь, да? Ну, смотри, нет, мы по-прежнему работаем на Sexty for Audio, ну, которые люксовые наушники, которые там, ну, там, в среднем наушники стоят по 3-2 тысячи долларов. Странно, что мы их сегодня не разыгрываем, да? По-рам, да. И не жарим в них тосты. Да, кстати, их больше покупает Азия, закупают, они просто фанаты, они любят все дорогое и кичевое. Они там, ты можешь под себя, ну, это кастомизированные наушники, и в них наступает там Rihanna, Jay-Z, то есть тебе слепок делают в ушах, прям гипсы заливают. Да, там прям целая технология, и это продается. Они сейчас выпускают универсалки, типа, ты можешь покупать. Я понимаю, какая штука, для меня открытие, знаешь, я люблю клиентов за открытие. Вот есть такая штука, драйвера в наушниках, никогда пока не столкнешься, не поймешь, что такое, что это техническая какая-то байда. А пробуешь, и у тебя в голове звучит 18 каналов, 18 драйверов, и ты понимаешь, почему оно падало от вас, столько стоит денег, потому что ты не веришь, что такое возможно. Это как будто, ты знаешь, даже не на концерте находишься, тебе в голове поселили яму. Риану. Яму посадили, которая с инструментами, она наваливает, короче, тебе сейчас. У тебя есть такие ножки? Нету. Дорого? Нет, ну не то, что дорого, она во многом простнее, это надо быть, типа, сильным сыгнителем музыки. Наверное. Я немножко в этом плане не дотягиваю до прям аудиофила. Вообще, я не аудиофил, я с колонок макбука могу слушать, вообще не почувствовать разницу. Мы с тобой заговорили про цену, вот сейчас я недавно встречался с моими клиентами, вот они уже два года на рынке. Есть такой продукт, это Сиболь, и они продают такие цельнометаллические бутли, которые наливаются очень дорогая вода, там из Альпы, из Украины, но самые дорогие источники воды. И оно выглядит только бутыль 160 евро. Что интересно, клиенты этого, рынка не существует, люксовой воды там, пэт, нет, вообще, его не было. Мы когда начинали брендом, занимается была гипотеза, что люди готовы платить за воду, которая привозится из Альп, наливает там сертифицированно, в такие вот дорогие красивые бутли. И что сработало? Стартовый чек от штуки баксов. Есть, вообще, вопрос, что цены вообще не стоит. То есть, просто люди приходят, скупают все, что есть для воды. То есть, они не хотят продолжать опыт, типа, если, типа, воду купили себе из Альп, то они хотят, чтобы наливалось не только, а он с собой машину брал в модном бутле, там, классного металла, он хочет опыт продолжать. Слушай, ну, Мошинская, бренд самый дорогой Украины, ты знаешь, да? Как бренд, да. По оценкам, по оценкам. Как бренд, с точки зрения масштаба, объема продажки, инвестиции в бренд, конечно. Круто. На воде, вода самый дорогой бренд земли. И я думаю, в воде очень много денег еще, очень много. То есть, маркинга на воде еще очень много будет всякого. Это пираты так думают, знаешь, в воде много денег. Ну, в воде. И Поршин. Класс. Слушай, мы должны разыграть этот прекрасный, да, можем разыграть по отдельности хлеб. Я думаю, что тостер с хлебом. Так. А как ты думаешь, как быстро нам нужно доставить, чтобы он не зацвел? А он даже не взлетет. Никогда. Это как ядер на реакцию. Он нам всегда, может, в Чернобыле, мы можем выставлять, типа, достижение Украины. Чернобыль, хлеб Романа Кириловича. Я думаю, мы оставим... Кирилович, не Кирилович. Кирилович, да. Кирилович. Мы оставим одна отметочка семерка, чтобы люди помнили, что нужно жарить хлеб на этой отметочке. Так, кстати, счастливо. Если у вас есть, конечно, нету этих самых датчиков, как у нас. Ну, слушай, а не сработало. Она нас бы залила? Хэну, мы не проверяли, никакой проверяли. Не хотелось бы. Хотя... Пишите в комментариях, залило бы нас или нет. Да, ну, я думаю, в какой-то момент, конечно... За что? За что дадим? За комментарий? Не, надо что-то написать прикольное. Прошел час. Мы, конечно, придумали условия для конкурса. Рубрика «Прошел час»? Рубрика «Прошел час», да. Нам нужна новая рубрика на канале. Знаешь, какие рубрики у нас есть? У нас есть рубрика «Обзор доставки». У нас есть рубрика «Иногда». Обзор тостеров. Обзор тостеров, обзор автомобилей. Для тех, кто ездит на автомобилях. У нас есть рубрика, сейчас мы к ней перейдем. Вопрос от оператора Андрея. Вот. И нам нужны новые рубрики. Нам не хватает уже собственного креатива. Напишите идею для рубрики. Мы обязательно вручим вам этот тостер с этим хлебом. И, конечно же, может быть, даже в этой студии. С него в Киеве. И отметим вас в следующий раз. Хорошо. Класс, класс. Супер. А теперь рубрика «Наша постоянная вопрос от оператора Андрея». У него есть, кстати, канал. Там недавно появился ролик. Там девочка с фамилией У. Девочка, которая испытывает трудности при покупке авиабилетов, потому что фамилия… У или Уай? Нет, У. Ага. Да. Потому что при покупке билетов, при заполнении поли одна буква не подходит. Представляешь, ну, типа, продавцы билетов считают, что не должно быть людей с фамилией У. Допустим. Да. Это все можно узнать на канале Андрея. Теперь вопрос от него. Почему так часто становятся популярными рекламные компании, которые мало имеют общего с самим продуктом? У вас есть на сайте рекламный кейс Fitch, по которому там две девушки целуются. Там только, не знаю, не понятно, как можно… Да, кстати, реклама чего это? С жидкостью для вейпа, да? Ну, вообще-то вейпы, да, и жидкость для вейпа в том числе. Что происходит? Что происходит? С вами по себе… Давай, начну издалека. Ооо. Не-не, ну, не очень издалека. Давай немножко еще продвинемся вперед. Качество больше не товар. Продукты сами по себе никому не нужны. Поэтому нужны какие-то идеи. Нужны идеи почему? Это некое создание образа лайфстайла, какой-то, типа, когда ты продукт используешь, покупаешь, ты ради чего это делаешь. Fitch, да, или как называется? Fitch, да. Мы продаем некий образ жизни, восприятие быть другим. У нас Fitch… Где, где, какой ролик? Не, давай. Какая картинка. Fitch? Не, не на Fitch. В Google просто. Можешь на сайт Grape.ua. Ого. Давай зайдем на сайт Grape.ua. Вау, во-первых, наконец-то кто-то сегодня зайдет на сайт Grape.ua. Шучу, шучу. Ты же заходил. Офис такой, о-о-о, да, он зашел. Он наш первый посетитель. Портфолио. За 11 лет, за 10. И вот ниже, скролль, сейчас будет Fitch. А что ты делал с… Ты с Кома работал? Да, мы работали с Женей Копотенко, мы работаем с Кома. Можешь Fitch, да, заходи на Fitch. Смотри, в чем идея? Я поясню тебе кратко, а ты поймешь, почему это сделали. Есть бренды с миллиардами вложенных в инвестиции бренды. Типа там словно Айкосы, там Глоб. А видео есть? Я хотел бы посмотреть в движении. Мы включим, давай дальше. И мы подумали, что у нас на старте… А специально надо скроллить так долго же? У тебя плохой интернет. Начинается. И у тебя сайт не работает в Safari. Работает, да, чуть-чуть ниже проскролли. И мы подумали, что мы не можем сразу вложить много очень денег. Нас задача на много рынка выйти. И мы построили слоган, который Fitch как факет. Типа, короче, тебе не нужен никакой лайфстайл. Ты просто хочешь делать то, что ты хочешь. Там не кури, ничего ты не делай. Мы говорим, нафиг это все нет. И просто делай, что ты хочешь. Мы создали слоган Fitchit, который мы показываем через разных героев, которые сами по себе провокационные, привлекают внимание. Мы играем на актуальных темах. Условно, видишь, если посмотришь дальше ролик. Я же их мечтаю уже. Да, но он есть, кстати. Я видел у тебя в Фейсбуке. Мы создали идею продукту. Мы упаковали, да, можем посмотреть его. Мы упаковали продукт так, чтобы люди понимали, ради чего вообще ты покупаешь. Какую идею мы несем. Чтобы быть не похожим ни на кого. И делать то, что ты сам хочешь. Понял. Продукт не важен, идея, все, да? Так нет, продукт, скорее, ты покупаешь продукт как подтверждение того, что идея зашла. Понимаешь, ты просто продукт, ради того, что у тебя условно... Что такое у них? Даже... Ну, да, девочки. Можно еще реплитус ставлю? Я просто еще пару бордов, например, я не про это, в целом по Киеву вижу. Есть какой-то слоган, есть какое-то изображение. Я просто понимаю, я смотрю, что-то рекламируется, я не понимаю, что. Я не могу связать с продуктом, и у меня ощущение, что они просто деньги выкидывают. Что меня наедет, да? В диджитал, в наружке, там же разные восприятия. Наружная реклама работает, во-первых, она даже понятна, ты права, у тебя есть 3 секунды, чтобы считать сообщение. И там нужно сказать кто-то, и что он делает. И все, на самом деле. Сегодня в наружке, наружка является многом имиджером-носителем. То есть ты, к минимуму, расскажешь о себе, покажешь, что такое вот есть. Кстати, что важно, украинцы, мы очень... Для нас есть два канала, которые украинцы воспринимают престижными. То есть если бренд есть в телеке, в наружке, он модный. В диджитал, типа, это не модный канал, там любой дурак может. Там, там, вот реально, любой дурак может. А вот если ты на наружке в телеке, ну ты крутой. Поэтому это борьба, чтобы быть круто, попасть на... Размещайтесь на билбордах. Ну, скорее, это не то, что прям нужно всем, но как минимум для восприятия. Это сильно в миксе помогает подчеркивать имидж, какую-то понятность о чем-то для кого-то. Юр, спасибо тебе большое за то, что составил мне компанию. В основном ел, конечно, я, как обычно. Ваш любимый ведущий. Супер. Съел все. Спасибо, что я позвал. Тебе понравилось суши? Да, суши классные. Ну, мы с хорошей делали рекламу, потому что реально очень вкусный продукт. Они большие, я все равно, вот опять же, если вы любите большие суши, выбирайте суши. У вас большой рот. Да, большой рот, и вы хотите много всего съесть. И большой живот. Вы, как бы, такой же сегмент неплохо вывели, да, для суши? Герой, я новая рекордная компания, чувак с очень большой ротом. Слушай, ты знаешь, мне кажется, в комплект к ним должна идти линейка, где там маркером отмечено, какой у тебя должен быть рот, чтобы впихнуть суши. Как в масле. Иначе есть масло, которое громовочка нарезается, типа 50, грамп сотка, типа у тебя рот. Отмерил рот, типа тогда вот ты вот суши. Вот, если меньше, меньше, чем нужно. Не заказывай донат, типа я. Если меньше, типа донат не твой продукт у нас. Разрежь его хотя бы, вот тебе нужно. Позови друзей. Слушай, ну вот так у вас креатив придумывается, да? Почти, да. Кстати, а ты веришь, что креатив можно под наркотиками придумывать? Я не пробовал. А не работает. И наркотик, например, в зло, давай для техчитателей напомним. Да. А во-вторых, что это не работает. Сейчас придет Гарик и скажет, что вино это тоже находит. Это вообще не работает, потому что на самом деле нужно быть очень в трезвом уме, понимая задачи клиента. Это тренировка. То есть для того, чтобы придумать идеи, это методологии, подходы, это надо понимать. Хорошо, что вы здесь зациклили. Можно смотреть на это вечно. Да, я думаю, что можно оставить для всех, для всех. Как ты ловко придумал для нашу аудиторию. Класс. Ю, спасибо тебе. Спасибо, Ром. Как там в 2020-м? Кулачки? Да. Класс. Пишите комментарии. Какой у нас был конкурс? Конкурс мы придумывали для тебя новую рубрику. Новую рубрику? Боже, что это такое? Как это работает? Таблетки у Файзера должны быть от склероза, наверное? Ну, я надеюсь. Пока. Пока. Бу! Субтитры сделал DimaTorzok